Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы записываем цикл бесед, вопросы и ответы, общее название «Во свете Библии». Сегодня у нас идут вопросы по моим книгам «Открытым оком». Брат Игорь Дыбунов выбирает такие вопросы, которые, по его мнению, требуют еще некого расширения. Это 11 лет назад у меня первая книга вышла, а их 30 томов вышло. И вот следующий вопрос этого первого тома «Открытым оком». 401. Что значит слова Евангелия от Матфея, 17 глава, 12 стих? Но говорю вам, что Илья уже пришел и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Ну, в общем-то, тут никакого секрета нет. Но все-таки посмотрим. Ответ. О пришествии и возвращении Ильи на землю говорил только пророк Малахия. Малахия, 4 глава, 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, Великого и Страшного». Тут ошибка того, в чем заключалась. Не написано, что перед рождением его, а перед днем. А днем, Великим и Страшным, называется Страшный суд. Видите, как вот первое, второе, пришествие Христа, то все у них было такое туманное у евреев-то. И они о будущем вообще почти ничего не знали. Вот этот Шиол они считали, 14 глава Исаии, 28 языки Иля. И все это так приближенно, и больше у них ничего не было. Только один пророк из всех пророков говорит. Это было один из основных признаков пришествия Господа. Равинские школы в толковании шли ощупью. Истинного прозрения, просветления не было. Занимались казуистикой и мелочным толкованием предписаний закона об очищении. Не случайно так пристально следили фарисеи за Христом, обвиняя его в нарушении субботы. Если бы весь Израиль соблюл без единого нарушения две субботы подряд, то искупитель неминуемо явится, учили они. На общем фоне бездуховности преобладало стремление к национальной независимости. Вот сегодняшнее состояние точно такое же. Вот оно всегда так было. Дух патриотизма, монархизма – это не новое явление. Им мучаются и сегодня многие. Истинные пророки, исполненные Духа Божия, не боялись ни пленения, ни разорения храма, ни расстрела царя и его семейства. Они парили над суетностью и амбициозностью урра патриотов. Не имея откровений и прямой связи с Богом, придворные пророки и местночтимые святые изощрялись в перетолковании снов откровений. Иеремия, 23 глава, 25 стих. Я слышал, что говорят пророки моим именем, пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые не пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя моего из завала? Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно, что общего у Микины с чистым зерном, говорит Господь. Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга, вот я на пророков, говорит Господь, который действует своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу тему, говорит Господь. Подробно узнали мы, что говорит Господь о тех, которые пытаются сегодня сами толковать, что-то образовывать, и все на каких-то снах, при сказульках где-то. Это в равной степени относится к исторической церкви православной и к новым образованиям, сектанты разные. Все одинаково ведут себя здесь так. Вот и обратитесь к слову Божию. Мы сейчас только записали о тысячелетнем царстве. Ну куда же проще-то? Христос воскресит всех в последний день. Все. Вот под это надо теперь все подвести. Нет, наоборот. Берут из главы таинственной книги откровений, под нее все переворачивают или половину отрезают, выхолощивают. На этом фоне трескотни измышленных лжепророчеств, обольщающих святой Израиль, учение о пришествии Ильи выглядело весьма значительной вехой, легко запоминающимся событием. Немаловажно то, что этот грозный пророк, его житие сохранилось почти без цензурных купюр. Народ любил его как заступника, как карающую десницу Божию против власть придержащих, особенно во времена римского владычества и угнетения. В ожидании мессии, избавителя от иностранных захватчиков, с надеждой взирали на все выдающиеся личности, мало-мальски похожие по характеру на Илью. Не он ли? Иоанна 1 глава, 21 стих. И спросили его, что же, ты Илья? Он сказал, нет. Пророк! Он отвечал, нет. Вот это некоторые не понимают. Ну, Иоанн Хреститель-то был пророк. Он сказал, нет. Ну, как не пророк? Пророк. Как он мог отказаться? В греческом оригинале там стоит как буква О, ну, как, допустим, просто мужчина, или мужчина Дэр. Какой артикль стоит? Так и в немецком там артикль Дэр. Вот. Это определенный тот пророк, о котором говорил он. Я не тот пророк. Вот как тут должно было выглядеть. Но это нельзя было никак передать, кроме как вот написанным. У нас пророк, ну, как, с большой буквы. Пророк, Христос, пророк, ты что, как Христос пророк? Нет, не пророк. Христос тоже пророком называется. Но он-то уловил, что они хотели узнать. Лука, 9 глава, 8 стих. Другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. Да. В толковании раввинов личность грядущего мессии была полностью извращена. Ничего духовного из предшествующих пророчеств в ней не осталось. В нем видели вождя, избавителя от оккупантов, ревнителя в исполнении закона. Ну, как сейчас, кого-то, старство какого-то находят, узнают, идут, там, как-то Вячеслав, рано он умер, и вот узнают, где он что-то пророчествовал. А ты по Библии только посмотри, не ваше дело знать времена и сроки. Все. Чего гадать-то? Руки, пальцы Бог связал, перепутал. Не ваше дело. И все. Занимайся своими делами, посмотри, как у тебя день проходит. Как ты встаешь и как ложишься. На это мудрость нужна? Еще какая? Ну, сегодня, если бы коснулось у Бога, прости мудрости какой? А чтобы я изобрел вечный двигатель. Мне обещана Нобелевская премия, я к примеру говорю. Вот. А тогда было не так. Они понимали, что если я выйду, а отвечу глупо, меня свищут, и у меня авторитета не будет, и придется мне горько хлебать за свое слово. И поэтому Соломон попросил, Господи, дай мне такую мудрость. Не загадки природы разгадывать, которые я потом дал, не прищи составлять, а перед народом выходить и входить неопозоренным. Он же не знал, что там будет. И вы знаете, как эти две блудницы оказались вместе, одна другая ребенка придавила ночью, и вы решили, чей? Вот тут надо знать психологию. Разрубить пополам, пополовинке обоим, мне сейчас спорят здесь, как шариков, пополам поделить. Но он знал, что сердца матери не выдержит. Она хотя бы издали, на живого будет смотреть. Раз ее, руби! Это все имеет смысл на сегодняшний день. Разруби Советский Союз! Какая у меня разница? Разруби Россию пополам! Это имеет более глубокий смысл-то. Так и здесь сейчас. В семьях нет. Дьявол, какая разница? Руби пополам! Вот все. А которые знают, как? Пусть не мне власть женщина сегодня сказала, пусть муж она принадлежит, только не рубите. Пусть семья сохранится. Разделить пополам. Вы вникните во все это и сказали, ладно, там, ну какой Брежнев, там, маразматик пришел. Да пусть будет, лишь бы Советский Союз сохранился, ну, свободным мы сделали, как сейчас. Тогда бы ездили, мы этого не было. Ну, пусть она такая, Россия будет. Не разделяйте ее. И тебя перерубят сейчас на счастье, на ведомство, на княжество. Вот это все заложено было уже здесь. Раввины так учили. Я пытался найти причину. А зачем они так учили? Я думаю, они все время оставляли себе лазейку для толкования. Если бы четко сказали, кто Христос, то претещу можно было вычислить. Тем более, они были родственники. Им это не надо было. По их расчетам, он не такой должен был быть. Я был здесь в клочках. Ну, и людей спрашивают, скажите, а люди, которые к Иоанну Крестителю приходили, верующие были? А чего бы они приходили, не верующие? Правильно рассудили. Правильно. А почему написано, пришел к своим, и свои не приняли Яна Креста? Почему? Только потому, что так учили. Они сказали, Христос будет вот такой. Только из Виплиема. Из рода Давидова. А родословия Христа и не знали. И далее перечисляли. Он будет воинственный. Он на белом коне въедет в Иерусалим. А тут на каком-то осле. Он римлян изгонит. Гарнизон разгромит в одну минуту. Ничего этого нет. Они его учили, как земного патриота царя. Они ждали этого, и теперь придумали такого героя, который никогда не придет. Но он придет при сенте Христа. Вот это они и дождутся. Ложное толкование разделило церковь Христова, и от нее отпали вот эти все сектанты. У них толкования ни одного нет правильного. Меня сейчас отпрашивают, но почему вы думаете, что вот у нас толкование? Только потому, что вы не в церкви. У вас нету священства. Вы на исповедь не ходите, и каждый варится в своем соку. Я думаю, так, мне Дух Святой открыл. Ну какой Дух Святой ходит в штанах, крашеная, с сережками? Стриженная баба. И тоже толкует, пытается что-то показать. Ты приведи себя в вид надлежащий. Закрой грудь свою хотя бы. Выстой до самых сисек. Зачем это тебе надо? Возьмите, например, мусульманок, посмотрите, как благочестиво одеты. Посмотрите, вот на наш форум зайдете, посмотрите, как у нас сестры одеты, наши, в нашей общине. Это посмотреть, Люба Милая, какие отзывы. Наши фотографии берут на центральные журналы, там славянка, везде берут. Почему? Ну это красиво, во-первых. Дальше это целомудренно. Но не надо придумывать своего. Вот придумали этого героя, а вот он обязательно должен быть такой, только молодой. Я помню, женщина одна выступала. Ну и здесь она выступала за представителя президента. И в это время попутно говорила о Горбачеве. Вот понимаете, эти были старые, ничего не понимали. Этот молодой, активный, говорит, есть что послушать. Никто еще не знает, чем это закончится. А я только молился. А когда есть, ну, говори. Позже, да, отошел, запись. Если обращаются к нам с каким-то вопросом, мы должны посмотреть по слову Божию, как это сходится или не сходится. Не сходится, нужно безжалостно отрубить и сказать, не мое. Ну, лучше на народ-то не выходить. А самому сначала, ну, рассмотреть, что это у тебя за толкование такое. Вот подходят к нему, начинают толковать, а он будет такой, а он должен вот это сделать. Вот они ему качества свои придали национальных интересов. Вот Брежнев должен быть, вот это плохой. А Ельцин тот, голову положу на рельсы. У меня помню одна учительница, преподавательница в техникуме. Она пришла в занятия, вел уже в техническом университете. И она меня встретила осенью, как-то одно время не ходила. Игнатий Тихонович, а вы голосуете или нет за Бориса Николаевича? Я не голосую. Да какой же вы верующий? Она веру ему и определила голосованием за президента. Да какой же я верующий? А почему вы так определили? Так он, посмотрите, какой, как он заботится о народе. Она не знала, что он осиновый кол вобьет. И ей, самой. Она не знала, что это пченчушка с лицом тюремного стража. Ну, ты глянь на него маленько-то, посмотри. За кого голосую? Я вообще не голосую-то. Я маленько сказал. И потом она встретила меня уже спустя несколько лет. Я опять встретилась там около сельскохозяйственного университета. Ох, я голосовала. Дура я, дура была. За кого я голосовала-то? Я говорю, я не голосовал. Так вот вы умно поступили. Так вы же меня тогда в число тех подписали, кто и не верующий уже. Вот и все. Нужно искать отображение Христа во всем. За что и как принимать. Вот сектанты приходят, какой бы он ни был, Я знаю, он идет по замыслу масонов. Все секты это масоны образовали. Да единое. Чтобы расколоть церковь. А вот у вас, посмотрите на Чаплина. Даже вот сейчас вышла в интернете и говорит корреспондентка. Я сейчас с ним разговаривал, а имя Божье, кажется, три или четыре раза помянул. А имя Христа ни разу. Я это знаю. У патриарха та же история. Знаю. А посмотрите, какой взгляд у него холодный, как змея или лягушка или рыба. Я вижу это. Но он настоящий пастырь. Он благодатный. А у тебя умильные глаза, резиново-сектантская улыбка, говорит. На версту растягивается. Но ты сектант. Ты вне церкви. И спасение твое под сомнением. Вне церкви нет спасения. А, так вы ненавидите всех. Меня Дух Святой избрал. А я думаю, что тебя Дух Святой даже не касался. Если бы он избрал, ты бы в церкви была. Оденься сначала прилично. Закрой груди свои. Надень штаны, ходишь в трусах. А так это шорты. Я бы тебе ответил, да, не место отвечать. Букву Ш, переправь на Ч. Вот откуда у вас это. Мы нынче проехали по России и видели везде. Скажи, моду взяли американцев. В одних трусах вся страна ходит. Ужас какой-то. А тоже толкует и про Иоанна, и про Христа. Все. Ты ничего не знаешь, душа. У тебя нет самого главного качества. Смиренно мудря. Ты приди в церковь Христову. Да ты помолись. Да прими истинное крещение. Не сектантское прокидывание. Положение во гроб. От руками пастыря. Троекратное погружение. Вот как должен погружаться. У вас все неправильно. Не говорю, что воскресение измертвое. У вас никакого понятия нет. А православие лучше? Не лучше. Хуже. Но с них просто меньше будет. У них слова Божия не было. Не было. Они доверились пастыре. Два слепца упали в яму. У всех беда. Нет беды там, где человек в церкви живет со Христом. И дальше. Матфея 15 глава 1 стих. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи. Самые знатные раввины и книжники из Иерусалима специально командировались на Иордан к Иоанну Крестителю. Чтобы узнать, действительно ли он мессия, образ Моисея, избавителя от египетского рабства, стоял пред ними. И обещание Моисея, что Бог снова пошлет им такого же защитника, как он, не давало умереть, погаснуть национальному чувству богоизбранности. Это из моих ответов, которые на магнитофон записывали, ну а потом отпечатали. Второзаконие 18 глава 15 стих. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Сейчас учителя мусульман вот это все применяют к Мухаммаду. 300 пророчеств о Мухаммаде. Ну какой же тут разум, когда тут ясно. Из среды тебя, из какой Моисея. Но вы не относитесь к еврею-то. К евреям-то вы же не относитесь, арабы. Какое отношение-то вы имеете? Ничего. И люди внимают, слушают. Это единственное пророчество пустило глубокие корни в национальное чувство людей. Их богоизбранность должна подтвердиться зримо с пришествием двойника Моисея. Кто он будет? В раввинской школе учили, что это будет неведомый пророк, но не самый скупитель. Поэтому они его прошали. Ты ли пророк? То есть тот единственный пророк Христос? Иоанн Креститель отвечает. Нет. Ибо вопрос стоял не просто о пророке, а о том единственном. Фигура пророка Ильи присутствовала в рассказах, молитвах, сказаниях и легендах. Подобие Николая Чудотворца у русских. Николы. Николы. Матфея 27 глава 49 стих. А другие говорили, постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его. По преданию евреев, отец Ильи Савах видел однажды, как младенца Илью ангелы пеленали огненными покрывалом и кормили огнем. Вопрос учеников не был случайным. В школе раввинов, основным определителем, предохранителем от заблуждений принятия в Мессии, стоял образ Ильи. Малахия 4 глава 5 стих. Без всякой двусмысленности указывал на Илью, как на предтечу помазанника Божия. И когда Господь совершил чудо с хлебами, накормив голодных народ, решил, что это Он и есть. Иоанна 6 глава 15 стих. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Смущало только одно. Учение книжников о предтече пришествия вождя. Ответ 17 глава 10 стих. И спросили ученики Его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде? История с этим вопросом повторится не однажды. Когда в 131-132 годах секири и кинжальщики, народные мстители Израиля подняли восстание во главе с Барк Кокбой, сразу же на поездке стал вопрос, где же предтеча? И для утверждения авторитета писанием таковым был провозглашен Раби Акиби. Это же повторится и в пришествии Антихриста. Он обязательно явится в риоле истинности исполнения пророчества о Его пришествии при наличии предтечи лжепророка. Трудность истолкования пророчества Малахи заключалась в том, что Бог совершенно скрыл от людей два пришествия Христа. И поэтому в школах всегда говорилось только об одном славном, которое приравнилось к тихим каплям дождя. Псалом 7, 1-6 стих. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Пророчество же Малахи и говорит, Малахи 4, 1-6 стих. Вот, я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. Великий и страшный день – это второе пришествие Иисуса Христа для совершения страшного суда. Да, Иоанн Креститель – это не Илья, это совершенно другая личность, с другим телом и другой душой, но в духе и силе Ильи. Вот их сходные моменты. Тот и другой пустынники, грозные обличители царей знати, оба страдают от женщины Изавелия и Иеродиада. Речи обоих переполнены самыми гневными словами против церковных учителей и лжепророков. Иоанн – предтеча первого пришествия Христа, Илья – второго. Мало кто знает об обличительных письмах пророка Ильи. Вторая правильная письма, 21 глава, 12 стих. И пришло к нему письмо от Ильи, пророка, в котором было сказано. Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Асофата, отца твоего, и путями Асы, царя иудейского. Быть может и от Иоанна Крестителя были такого же содержания царю Ироду. Мы это не знаем. Я отвечаю о том, когда вопрос стоит, а кто же он такой был-то? Вот что мы узнаем из Священного Писания. Больше ничего нет. Теперь мы знаем в духе, то есть в таком же духе действует, чтобы сердца отцов обратить к детям, к детям, потому что дети это апостолы уверовали, а старые еще не верят их обратить на истинный путь к вере во Христа. Это вот ответ, который я давал в университете. Ну, может быть, еще что-то можно к этому добавить. Но согласно Библии больше ничего нет. Все остальное будет из области легенд, из области сохранившихся каких-то преданий еврейских. Вот я одно из них взял, а оно для нас никакой силы и не имеет. Вот и все. Аминь. Вопросов нету больше? Дальше идем. Ну, вообще-то этот вопрос я задал. Да. И на основании... Так, теперь что такое? Еще вопрос. Что является... 405-й. Что является хулой на духа Святаго? Ответ. Матфея 12 глава 3 стих. Так, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему. Ни в семь веке, ни в будущем. Да. Эти слова Христос сказал фарисеям после исцеления бесноватого. Это чудо явно превышало обыкновенные человеческие возможности. И было невиданным актом любви к пораженному демонами. Фарисеи показали в конкретном данном случае не ненависть ко Христу и хулу на Него, но ненависть и хулу на само добро, источником которого является только Бог. Матфея 19 глава 17 стих. Он же сказал Ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Ну, благо это означает добрый. Добрый в полном смысле. Марка 10 глава 17 стих. Иисус сказал Ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Благи. Как самосущественный источник доброты благо. Против Духа Святого есть четыре греха. Первое. Противление. Считаем. На призыв к покаянию, к исправлению, человек ищет благовидные причины оправдания. Указывает на традиции, корни нации, современный монархизм, византийское православие, пришедшее на Русь, бабушкина вера, наследственно, как завещали родители держаться своей веры, как беспоповские начетчики и сектантские равнуки. Деяние 7 глава 51 стих. Жестаковые, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Это первый грех. Противление. Ему говоришь, а он против. А кто в этом грехе страдает? Все страдают. Все, кто не смирился, у кого нет, смиренно мудрее. Православные в этом виновны. Почти 100%. Сектанты без всяких почти 100%. Все время противятся. А мне так открыто, я сам это знаю. То есть осудили всю церковь, все достояние старкома, и каждый себя провозглашает толкователем. Все ли учителя? Учителя это толкователи. У них все до одного. Вот у нас нету. Я всегда сказал, блаженный Афеофиларх, Василий Великий, Григорий Назианзин. Они ничего этого не знают. Второе. Угошение. То есть уже было, огонь загорелся. Дунули, погасло. Бог приемлет огонь, горячую веру. Откровение. Третья глава. Пятнадцатый стих. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ветер задувает свечу, проникая через отверстие фонаре. Поэтому необходимо закрыть доступ в душу различных веяний мира, церковных учений, противных Библии. Эфесянам, четвертая глава, четырнадцатый стих. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, полукарству человеком, по хитрому искусству обольщения. Первое. Эфессалантикицам, пятая глава, девятнадцатый стих. Духа не угошайте. Вот. Не давать никаким другим учениям, сектантским веяниям, толкованиям. Не ходить и не слушать. Вот послушали там с сеговистами, как я здесь встретился. Все, троицы никакой нет, души никакой нету. Как система вещей, система вещей, правительство неба. Это слова штамп. Ни одного слова-то нет. Ни система вещей, ни правительство небесное. Нигде этого нет. Третье. Оскорбление. Это слово сказано из области антропоморфизма. Очеловечение. Приближение непостижимых понятий к человеческому пониманию. Дух Святой недоступен человеческому оскорблению. Но если бы более всего Бог оскорбляется недоверием к Нему. Евреям 11 глава 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтоб приходящий к Богу веровал, что Он есть. И ищущим Его воздает. Адам не поверил словам Божьим, но доверился словам дьявола. И Бог ему этого не простил. Потому что 1 Иоанна 5 глава 10 стих. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство о себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Дьявол есть отец лжи. Иоанна 8 глава 44 стих. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он лжец, и отец лжи. Неверующий Богу, то есть тому, что Бог говорит через слово свое, представляет его ниже отца лжи. Вот почему Бог, от презирающих Библию, не принимает ни молитву, ни литургию. Притча 28 глава 9 стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва, мерзость. Эфесянам 4 глава 30 стих. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Это третье оскорбление. И четвертый грех. Хула. Видя чудо исцеления явно божественного происхождения, приписывает его духу зла. А это есть не ненависть к тому, кто делает добро, но к самому добру, как субстанции. То есть к отрицанию доброты и в самом себе, и в самом творении, в ненависти к своему телу, добру и продолжению рода, ко всему, что Бог сотворил и что есть весьма хорошо. Подобное описывается в братьях Карамазовых в рассуждениях за Симы о вечных мучениях, что есть такие злодеи, что уже находясь в аду, желают, чтобы Бог уничтожил мир и самого себя. Вот как. Четыре греха. А как они совершаются? Угошение духа. Ну, конечно, была такая вера. Сорняк вырос, заглушил, ничего не дало. Это противление. Ну, когда свидетельство, вот сектанты, я говорю, вот тысячелетнее царство, оно начинается при Голгопе, за три с половиной дубика кончается. Здесь всеобщее воскресенье. Они противятся. Да, противятся. Это противление Духу Святому. Православным говоришь об этом. Захороните все мощи с честью. И сколько же поношения, это не выскажешь. Коснися разные, черепа промывают вино, ноги там отпиленные. Даже надписывают, стоят. Смотреть страшно. Тоже не слышат. Ну, Бог сказал, из праха ты, говорит, ты в прах возвратишься. Больше не надо никаких толкований. И так каждому. А почему, какая причина? Рассудительности нет. Смиренно-мудрее нет. И вот эти все грехи, они по частям идут в противление, оскорбление. Оскорбление. Прямо оскорбляет Духа Святого. Запечатленный Духом Святым человек, он в страхе должен относиться к всему, что касается духовной жизни. Почему не взять себе в обязанность ежедневно читать Библию? А мы что, баптисты должны считать? Баптистам говорю, почему у вас нет рукоположения? А у нас есть, ну кто кого? Рукоположил. Без всякого прикосновения меньше рукополагается больше, благословляется. Ну кто у вас первый за самозвание? Сдафана Верон и Корей. Число 16 глава. Тоже ничего не хотят слышать. Но меня упрекают. А что вы берете из себя миссию, учитель? Мне ее не надо брать. Она возложена на меня Богом. Я знал об этом избрании счастья еще с детства. Каждому слову в Библии я поверил в 5 минут, как она попала мне в руки. 50 лет как один день прошли. Я в Библии и в неканонических книгах не нашел ничего, что было бы противно для моего спасения. Ничего нет. 12 томов Златоуста я насчитал и скажу, толкователя, такого в мире не было. Его прозвище, самый плодный отец. Сектантам даю, ни одной проповеди не хотят даже слушать. Ну ясно, что сатана запечатал. Православным даю, посмотрите, Ярд Николаевич Пестика говорит, а кто он такой? Ну это из протестантов, не хочу слушать даже. Это еретик. Ну еретик, сектант какого-то, ну ты послушай. Ну его проповедь ты не сравнишь с тем, что ты слышишь в храмах, будь он патриарх или кто. Ну я как-то ехал дорогой, с собой был магнитофон на батарейках. Романтик. 304. Ну и включил послушать, которые вокруг меня сидели. Один мужчина послушал, и знаете, вот, я не верующий человек, но я верю, что он верит. С каким нагнем это все говорит. Это первый проповедник, радиопроповедник, которого я услышал, когда обратился к Богу, кажется, в тот же вечер. Он был самый любимый. Меня судили даже за его. У меня была связь через других, и не с радио записывать проповедник, а прямо со студии получать. У меня, кажется, 136 часов звучания было его, представь себе. Это умножить даже по полчаса, но они короче были проповеди. И то уже будет 270 проповедей. 300. Вот я любил его, а он протестант. И поэтому мы даже здесь собирались после службы и слушали одно время. Включим, и мы его слушаем. У меня на сайте, на форуме есть проповеди, которые не принадлежат православным. Вот посмотрите, это листик Mail.ru, мой мир. Вы зарядите, так Игнатий Лапкин. Здесь у меня много, очень много фотографий, роликов. Вот роликов в видео 980. Это все только про нас, не чужие нигде. Ну, у нас самое главное, это сайт. Во свете Библии. Вот он, сайт. Православный библейский сайт. Зайдите на него. Здесь 50 книг аудио, начитанные моим голосом. Начитанные, не просто прочитанные. Это Библия, Архипелаг Гулаг, полностью 12 томов Златоуста, 12 книг Жития Святых, 5 томов Добротолюбия, Иоанн Кронштадт, Игнатий Бричанинов. Все здесь есть. Кроме того, у нас открыт православный видеоканал, открытый моком во свете Библии. Православный, во свете, открытый моком. Или Игнатий Лапкин, зарядите. Здесь у нас более 900 наших роликов. Более 900. Вот если зайдете на форум, вот наш форум. Православный форум Игнатия Лапкина. 1400 тем. Вот заходит сегодня какой-то отличный форум, отличный сайт. Да, здесь очень и очень много всего. Очень много. И то, что мы насчитываем, где это все находится здесь. Вот зайдете на наш сайт, а вот здесь внизу написано православный форум Игнатия Лапкина. В него только щелкните, и мгновенно уже на нашем форуме. А где я говорю, и там в конце написано, более подробно в каждом выступлении. А моих выступлений там 4500. В любой откните, и мгновенно сразу на нашем сайте. На нашем будете сайте. Это нам Господь дал. Вот это счастье, иметь вот такое сокровище. И мы его другим предлагаем. Зайдите. А если на форуме, ну здесь уже все более разложено. А здесь это сокровище. Самое ценное на нашем сайте, с правой стороны, вот 4124 ответа по томам. Вот мы как раз отсюда кое-что зачитаем. И это все разбито на 55 тем папок. Вот оно все где здесь. Если я говорю про мусульман, про мусульман, то у меня на 18 том, каждый том 752 страницы. Я полностью разбираю Коран, по сурам и аятам, в сравнении с Библией. И все, что за 1300 лет было о них сказано. Все там есть. А книги, они все здесь. Вот здесь, если смотреть, вот написано, все книги, издания, Лапкина. Вот здесь вот. Их можно скачать. Быстро и бесплатно. За несколько минут. Вот говорю про евреев, я тоже говорю из первоисточника. Это 3 тома по 752 странице. 23, 24, 25. Разбирает Талмуд во свете Библии. Этого никто никогда не делал. В мусульманской священной книгах Коран во свете Библии никто никогда не разбирал. Никто никогда за 1300 лет. Вот в 3 томах у меня Талмуд разбирается. Там проповеди. И кроме того, то, что там разбирают, все, что об евреях было сказано за 3600 лет. Писатели, поэты, враги, друзья. Там все. Стихотворения, поэты, все об Израиле сказано. Все. У меня евреи читают и говорят, так мы как учебник ваш, да, как учебник. Там ни нападок, нет ничего. А просто цитирую, копирую, допустим, из Талмуда определенный лист. И дальше, что об этом говорит Святая Библия. У нас материалы исключительно богатые. Вот 20-й том у меня, это открытым оком. Это мои беседы с священником Александром Менем. Их нигде в мире нет. Я как-то говорил, за миллиарды долларов вам это не создать. Почему? А его нет. Его убили, не оценили. У нас слишком мало живут такие люди, которым много дано. Это как-то... Я слышал такое, если не ошибаюсь, Блок говорил на смерть Владимира Сергеевича Соловьева. Он 49 лет всего жил. А что с ним случилось? Кто его знает? Пушкин, Лермонтов, Натсон, 24 года жил. Писаров, посмотрите. Такое сокровище, как Пушкина, не могли сберечь. Почему? Недостаток любви. Не знали этого. Это здесь все описано. Какой болезнью болел тот-то? Почему демон являлся Высоцкому? Почему он о нем писал? И чем он это закончил? Здесь все есть абсолютно. И все вот в этой правой... Вот здесь вот. Все. Абсолютно все, что мне задавали за 50 лет буквально. Здесь огромнейший материал. Я всех приглашаю. Это сайт наш, называется вот так. Сайт к истине 1.narod.ru Это вот этот наш самый сайт. А с него... Ну, сайт это неподвижные склады. Вот здесь одна из книг. Это моя книга. Она называется «Для слова Божий нет уст». Вот я ее сейчас щелкнул. Она открывается. И вот ее содержание. Содержание. И только вам стоит толкнуть, я писал письмо патриарху Пимену. Вот. Писал Гедеону, Петериму, тогда, когда они были живы. Вот. Все здесь сказано. Вот я, допустим, ну, желаю узнать такое, что тут это. Там книга вторая. Это все из документов в основном есть. Ну, допустим, я вам сказал сейчас про этого, про Гедеона, митрополита Ставропольского. У нас близкие отношения были. Вот я воткнул. Вот оно все. Сразу пошло. Достаточно только щелкнуть, и ты уже здесь. Тут потрудились. Будь здоров. Хорошие очень программисты, Бог дал. Знатоков свое дело. Вот у меня Новый Завет здесь изданный. Полное толкование. Вот оно, я его открываю, сейчас толкнул, вот я стою с ним. Три тома по 752 страницы. Полное толкование с откровением. С откровением. Это второе издание. И 340 иллюстраций, 340 страниц. 230, вот 240. 230 Густава Дорре. 230. Вот они здесь, как раз все эти. Есть даже гравюры, их можно показать. Какое-то. А это стихи, фильмы, Новый Завет, гравюры. Вот сейчас я только приоткрою маленько, чтобы было видно. А данная страница не существует? Подвела она меня тут? Не найдена. Я считал, что она здесь должна быть. А, не существует она ошибка просто в этом. Не могла ее открыть. Не могла открыть, но от нас это не зависит. Вот. При желании, вот у вас если есть где-то что-то, вы все здесь найдете, ну пока оно раскроет. Вот это наше сокровище. Какое мы не скрыли, а даем людям. Здесь дальше ведется отдельная книга раскрыта моя к истинному православию. Я по строчкам собирал материал 40 лет для нее. А это материал, который просто так не удастся достать. Это главное. Крещение, покаяние, что такое Библия. Я слышал такое, что некоторые архиереи ее называли настольной даже книгой. Ну, я думаю, он до конца его просто не зачитал. Если бы он дальше досчитал, он мог бы изменить мнение. Потому что книги все написаны без пригляда в глаза. Они все написаны в пророческом духе. Я беру из Библии в каждой книге примерно у меня 3000 ссылок. В каждой книге не ссылок, а прямо стихи Библии напечатанные. И поэтому не всем это нравится. Один как-то говорит, ну, конечно, если бы такой Андрей Кураев есть, он говорит, если бы Игнатий не задевал, не обличал, к нему отношение было бы другое. Совершенно другое. Но вот это его жесткая позиция. Какая жесткая-то? Написанное обязан делать. Что тут жесткого-то? Я вообще в этом не вижу. Андрей Кураев слово сказать ко мне приезжал сюда, вот где мы сидим здесь, и он все книги свои приобрел. Сюда же Золотухин приезжал, книги приобрел. А люди говорят, а мы не слышали? Ну, я еще могу сказать, да, не слышали. Вот. Минутку, пару слов. Ну, говори. Все, сейчас. Подожди. Так. Ну, все. Пока на теме. Выключай.